здравствуйте коллеги с вами саков роман компания адмиралс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня пятница заканчивается текущей торговой недели поэтому посмотрим как закрывается рынок а ну и также обсудим продолжение падения американского доллара посмотрим это на других валютных парах а ну а прежде чем начнем мы не забудьте поставить лайк этому видео если оно вам нравится вопросы как всегда оставляйте в комментариях итак давайте поговорим сначала о возобновляющемся нисходящем тренде как раз по американскому доллару здесь я привел для сравнения пример индекс доллара и индекс s&p 500 то есть принципе мы видели то что в этот год да это это недельный график мы видели некоторую коррекцию по индексу доллара до индекс подрастал но в целом это не мешало также расти и индексу s&p 500 и сейчас мы подходим вновь к области поддержки к которая как раз была зафиксирована в январе прошлого но в январе этого года прошу прощения на на уровне 89 туда сейчас а индекс доллара и снижается фактически по всем другим инструментам а мы с вами видим то что доллар находится на минимумах которые были зафиксированы как раз в начале этого года и дальше вопрос да пойдет ли он дальше в целом мы видим из области поддержки как раз те уровни которые были на восемнадцатом году этот это уровень 88 25 как раз тогда мы видели коррекцию по индексу s&p 500 опять же не все те коррекционные уровни которые были они приводили коррекции как раз по индексу s&p 500 но в целом к этому тоже нужно быть готова опять же на фоне того что сейчас происходит на фондовом рынке да особенно после публикации а протокол фом которые были вчера и то что вполне вероятно новые действия от фрс и будут быстрее на чем запланировано на росте как раз а инфляции и на фоне улучшения рынка труда к этому нужно быть готовым и я вот показа как раз те уровни которые сейчас на рынке происходит ну и а также как мы с вами смотрели индекс викс викс на этой неделе несколько скорректировался мы видели рост по а фондового рынка вчера до вчера рост индексы 500 но пока мы все еще находимся выше отметки 20 пунктов по данному индексу из ключевых событий которые были на рынке да то есть мы видели смешанную динамику как раз сейчас по фондовым рынкам да опять была коррекция опять и достаточно быстро от купили но мы чуть позже посмотрим это непосредственно графики а из позитивных заявлений ну позитивных относительно динамики восстановления рынка это позитивные данные по рынку труда то есть они вышли достаточно хорошие и даже у меня появились сомнения по поводу публикации последних нон фармов которые были гораздо хуже чем ожидалось и еще один момент да то есть по поводу биткойна биткойн у нас однако неплохо корректировался на этой неделе и вот здесь мне попалась статья как раз и села бери голод как раз да у меня тоже есть портфель акции этой компании как раз покупал пару месяцев назад когда золото было на минимальных значениях акции неплохо отросли и здесь как раз проводится сравнение в интервью мэд мани о том что ведущим который является джим крамер о том что многие сравнивают до биткоин и золото как золото да но здесь важно понимать то что как заявил села баре голд понятно что это несколько может противоречит а мнению которые имеют крипто энтузиасты да скажем так а то что золото в отличие от биткойна нельзя печатать да вот сам процесс майнинга он сравнил именно с печатанием до золото тоже ограничено в ресурсе на именно сколько вы можно добыть ну и проводил много как раз тем что у добычи биткойна тоже есть ограниченный ресурс да то есть можно добыть биткойнов только ограниченный ограниченное количество да и после этого он можно сказать майнинг будет закончен когда будет достигнут финальный финальный уровень ну вот здесь как раз приводится момент в том что он не видит правильным сравнение до этих двух активов и считаю что золото все-таки более надежный инструмент для долгосрочных инвестиций опять же вопрос на когда его использовать но теперь давайте посмотрим что происходит на рынке евро доллар евро доллар подошел у нас в области сопротивления как раз то о чем я говорил пару дней назад отметка 1.2215 сейчас мы делаем попытки вновь возобновления коррекции а собственно здесь опять же если мы с вами увидим более затяжную коррекцию по индексу S&P500 то вполне вероятно что именно доллар начнет укрепляться да опять же на фоне тех области поддержки которые мы видели по индексу доллара поэтому здесь из этих уровней опять же мы торгуемся в области сопротивления следующее сопротивление находится в области максимальной значений начала этого года до выше отметки 1.2350 но с текущих уровня также вероятность коррекции она возможна поэтому здесь я для себя тоже открыл сделку минимальным объем да открыл буквально там пару часов назад на продолжение как раз вот данного нисходящего тренда стоп меня стоит за максимум который был как раз 19 мая ну то что я говорил да то есть был сигнал на то что можно искать продажи еще одна волна коррекции которая была и вот я здесь как раз эту позицию нашел здесь открыл цели по прибыли стоят довольно таки близко минимум 13 мая да конечно вполне вероятно что движение может быть пойти ниже но здесь вот как раз эту ситуацию для себя рассмотрю по британской валюте фактически мы тоже находимся на области сопротивления то есть мы здесь мы берем этот боковик который сейчас на рынке сформирован максимальные значения которые были у нас феврале из этих уровней золота британской валюты тоже сейчас пытается отскакивать но здесь не так чуть менее интересно чем это было по евро доллару поэтому по британской валюты здесь оппозицию не входи но опять же это несколько контр тренда опять же если мы берем за тренд боковик то тогда это в рамках тренда и мы работаем как раз вот верхней границы этого канала пара американский доллар канадский доллар также отскакивает от тех минимальных значений которые у нас было были зафиксированы пару торговых сессий а назад здесь мы можем сказать что у вас началась коррекция да то есть коррекционно восходящее движение в 19 мая мы видели закрепление выше максимум которые были сформированы как раз 18 мая была неплохая коррекция принципе с этих уровней тоже можно было заходить как раз вблизи минимальной значения 19 мая но так как это контр трендовая позиция здесь явно не входил в нее но в целом да здесь можно говорить о том что в рамках по крайней мере часового таймфрейма началось коррекционно восходящее движение по укреплению как раз американского доллара а пара доллар и иена здесь все еще торгуется в этом диапазоне да в этом боковике с одной стороны на тренд у нас сохраняется восходящий и а можно было бы искать покупки но здесь явно для себя рассмотрю на покупке только если мы скорректировать в того в 108 или 107 и оттуда буду перезаходить пока эту пару оставляю а по тоже тоже здесь боковик и сейчас мы находимся в середине канала который сформирован границами этого года поэтому здесь тоже пока остаюсь без позиции с одной стороны да можно искать покупки но в принципе и для продажи здесь тоже актуальны так вот я не люблю торговать такие ситуации поэтому по австралийцу а по новозеландцу пока вот эти позиции пропускаю здесь пока наблюдаю когда сформируется более четкий сигнал или мы уйдем еще раз на максимум да увидим небольшой перехай тогда можно будет перезаходить как раз в шорт или после коррекции если мы уйдем опять в область минимальных значений которые мы видели например в конце марта то а перезаходить в рост уже оттуда золото золото продолжает свои попытки роста здесь я как и говорил тоже пробовал для себя золото шортить совсем небольшим объемом да с коротким стопом с ориентиром на то что с текущих уровней до может начаться опять нисходящее движение но сигнал был получен как раз 19 мая а затем была коррекция заходил по рынку и ну что сделка по стопу закрылась то есть я к этому был вполне готов поэтому риск был здесь минимальный но пока здесь мы с точки зрения часового таймфрейма вернулись к восходящему движению пока с точки зрения опять же часового таймфрейма здесь нет сигнала на то что мы начали опять двигаться вниз поэтому золото пока остается без позиции а индекс да ну как я говорю то есть была коррекция три дня назад затем достаточно опять быстро от купили то есть но вот повторяются те движения которые у нас были у нас этот момент идет уже фактически весь год точки зрения возобновления покупок да с одной стороны можно было но сигнал фактически а так как очень быстро откупать эти коррекции нет фактически вот это их дней стабилизация когда плавно перехватываются инициативу от продавцов к покупателям для меня здесь нет к сожалению точек входа и поэтому позиции здесь я не вхожу то есть ну крайне быстро откупают вот как раз те коррекции которые были а поясом и то есть тоже та же самая ситуация позавчера сформировался локальный меню на этой неделе вчера вы меня этот локальный меню переписали я для себя оставил отложенный ордер а как раз на тот случай если а после закрепления выше максимумов 18 мая будет еще одна коррекция то здесь я бы а вы сантим 500 вошел но здесь уже вот данный отложенный ордер которыми стоит он уже не актуален опять же крайне быстро откупили коррекцию поэтому жду новых уровней до жду новых сигналов по ней вероятно что коррекция может быть более затяжной то есть к этому тоже нужно быть готовым на фоне как раз риска опасения сворачивая стимулирующих мир от фрс ну и нет марки бренд то есть как мы и предполагали не смогли закрепиться выше отметки 70 по аси дина нефть марки бренд пробили область минимальные значения которые были на прошлой неделе сейчас движемся в область уже 63 и область а ближайшая область поддержки находится на уровне чуть ниже чем 61 поэтому пока а динамика по нефть у нас нисходящего то опять же этот боковик он здесь формирует сейчас находимся в середине этого канала вполне вероятно что область поддержки может быть нащупана по уровню 65 и мы еще пойдем на отметку 70 но если мы идем ниже 65 то а я бы здесь ожидал уже уровень 61 если посмотреть в целом по индексом индекс долл джонс также фактически повторяя то движение которых который было по снг 500 а сейчас пытаемся восстановиться концу неделю индекс нас тогда была боль и затяжная коррекция но а в целом довольно таки тоже неплохое восстановление на этой неделе но все еще мы торгуемся ниже максимум которые были сформированы в мая а неделя волатильная да то есть но в принципе как многие недели последний год до заканчивать сезон отчетов и мы плавно плавно подходим к лету где на рынке вполне вероятно что волатильность может быть меньше могут быть меньше движения и будем смотреть как это будет реализовываться всем желаю хорошего завершения торговой недели не забудьте поставить лайк видео если нам понравилось вопросы как всегда оставляйте в комментариях всем спасибо за внимание и до свидания